Что за трава лапчатка? Какими свойствами обладает и как может использоваться лапчатка? Чем полезна лапчатка для мужчин? Смотрите видео до конца и узнаете, на что способна лапчатка. Друзья, наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты для вашего здоровья и долголетия. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик и выбрать параметр «Все уведомления». Среди многих растений, повышающих мужскую силу, особенно выделяется лапчатка. Эта трава оказывает лечебное и профилактическое действие. Может применяться мужчинами независимо от активности после 40 лет. Использование лапчатки позволит не только сохранить возможность регулярной близости с супругой, но и избавит от возрастных изменений в простате. Что за трава лапчатка? Белая лапчатка или, как ее еще называют, пятилап, потому что цветочек имеет пять одинаковых лепестков, относится к травянистым растениям, растущим в Европе. Сейчас количество природной лапчатки ограничено, поэтому растения выращивают для использования в медицине. Тонизирующие свойства лапчатки известны давно. Сначала использовались только листики, но в последующем стали применяться и корешки. Именно в корнях содержится йод, необходимый для поддержания здоровья щитовидной железы. Именно лапчатка является самым эффективным народным средством, поддерживающим щитовидку. Какими свойствами обладает лапчатка и как она используется? Из лапчатки приготавливают настои, отвары, настойки. Для заживления ран возможно включать лапчатку в лечебные мази. В составе растения содержатся сапонины, обладающие возможностью выводить жидкость из организма, флавоноиды, благоприятно воздействующие на сосуды, аминокислоты, участвующие в обмене веществ и построении клеточных структур, дубильные вещества, способствующие противомикробной активности, минералы, являющиеся необходимыми компонентами многих биохимических реакций. Благодаря такому составу лапчатка может оказывать противовоспалительное, регенерирующее, противомикробное действие, положительно влиять на водно-солевой обмен, проводить дезинтоксикацию организма, повышать защитные силы организма, способствовать нормальной деятельности сосудов, участвовать в работе эндокринных органов, выводить избытки холестерина, тонизировать нервную систему. Для приготовления лечебных средств применяются корни и листья растения. Вот какие средства, можно использовать приготовленные из лапчатки. Отвар изготавливают из 50 грамм сырья на 500 миллилитров воды. Проваривают на медленном огне, потом остужают и процеживают. Использовать можно по 2 столовые ложки 3 раза в течение дня. Настой приготавливают как отвар, только после того, как снимают с огня, переливают в термос и настаивают около 8 часов. Используют по столовой ложке в завтрак, обед и ужин. Настойка делается из 50 грамм сырья и половины литра водки. Настаивается смесь в течение месяца. Принимать надо с профилактической целью по 20 капель 1 раз в день и с лечебной целью 3 раза в день. Лапчатка помогает стабилизировать состояние сосудов, поддерживать работу сердца, стабилизировать нервную систему, снимать воспаление, улучшать микроциркуляцию, благоприятно воздействовать на работу эндокринных желез. Как влияет лапчатка на мужское здоровье? Лапчатка способствует поддержанию здоровья мужской половой сферы. Она активно борется против воспалений, возникающих в уретре и простате, улучшает кровоток в половых органах, обладает мочегонным эффектом, что позволяет убрать симптомы простатита, уретрита, цистита, способствует потенцией, повышает половую активность. Обладая противовоспалительными и антибактериальными свойствами, воздействуя на эндокринные железы, является профилактическим средством развития аденомы простаты. Применение лапчатки улучшает мочеотделение, снимает спазмы, нейтрализует застойное проявление. Таким образом, лапчатка борется не только с воспалением, половой слабостью, но и с бесплодием. Применять можно средства профилактически и использовать для лечения в составе комплексной терапии. Эффект становится ощутимым уже после месяца регулярного использования. Учитывая то, что лапчатка обладает тонизирующими свойствами на организм, то применение ее мужчинами повышает у них физическую работоспособность, выносливость, оказывает благоприятное воздействие на умственную деятельность, что повышает у каждого представителя мужского пола самооценку и косвенно положительно сказывается на половой активности. Лапчатка полезна и имеет ограниченное количество противопоказаний, она не очень подходит при низком артериальном давлении и нарушениях ритма сердца. Во всех остальных случаях и окажет стимулирующее воздействие на мужской организм. Конечно, если нет аллергии. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!